Да. Добрый вечер, Игнар Тихонович. Ага. Добрый вечер. А что ты решился-то зайти? Я посмотрел этого романа Демиднова, вы мне прислали, и свое мнение решил высказать. Я там написал, ну, вы знаете, говорит красиво, говорит по Библии, там в иудейскую синагогу зашел, там, в общем, о христианстве, но сначала. Но это все построение Царства Божия на земле без Христа. Там о спасении, о Христе в сущности ничего не говорится. Ни о жертве, ни о спасении, ни о нашем искуплении. И там строится Царство на земле. Это все антихристово. Мое мнение такое. Мне это не понравилось. То есть сначала я посмотрел, там он говорит по Библии, Библию знает, но так же, как и положено будет врагу рода человеческого знать, человеку греха, сыну погибели. Но это все, в общем, призывает там за этого, за Балашова Геннадия. Я знаю его, этого Геннадия Балашова. Он сам-то и не верующий, Геннадий, кстати, Балашов. Вот. И как он это, зачем это на земле там строить? Ну, нет, это понятно. Будут стараться построить там общество справедливости, но не построят. Не построят. Потому что это Царство Божие не от мира всего. Вот. Внутри вас есть Царство Небесное. Я так понимаю. Они не помнили. Правильно? Игнат Тихонович? Да. Ну, вот. В общем, я посмотрел внимательно все от начала до конца. Но это не то, что нужно христианину и что нужно для спасения. Это так, призывы в никуда. Безбожные они не смогут этого сделать, им это не надо. Вот. Неверующие. Кто без Христа Царство Небесное не построит. Так что вот. Это все. Такое. Такое дело. Вот. Ну, собственно, вот ради этого я позвонил. Вы просили ответить. А вы как думаете? Да, тут и все понятно. Дело в том, что в писанном виде все отвечали. И мне удобнее это было бы, если бы это написали. Я написал. Я написал. Ну, там в нескольких словах. Ну, поскольку я писатель это... Ну, в нескольких словах написал. Ну, я решил и сказать. Решил и сказать. Вот. Вот такой ответ. Ну, как? Вы с ним согласны, нет? Конечно, нет. Вы что сказали, так и есть. Земное Царство, попытка построить здесь без Христа. Ну, то, что падший мне поклонись, говорит. И все Царство отдам. Оно в конечном счете выходит опять к той же самой горе искушения. А спрашивается, зачем? Зачем, если ты пренебрегаешь главным, обещаешь для тела? А тело это есть не госпожа. Госпожа душа, а об ней речи нет. Они будут жаровать, будут брать больше 10% налоговики. Ну, а как ты хотел? А не давать? Переезжать? А куда? В Израиль переезжать? Ну. Ну, да. Нам написано. Кому оброк, оброк. Отдавай. Кому честь, честь. Он, видите, как? Ну, так православные-то не делают. Он идет, сидят молодые, там обнимаются на скамейках, подходят. А вам Христос нужен? Ну, это искушение, это вообще провокация. Ну, понимаете, Христос нужен, как будто бы продает какую-то вещь, вам нужен, вот подошел, вам нужен. Он понятия не имеет. Да разве так бывает? Вам нужен Христос? Он девку обнимает, что третий лишний. Он даже не знает, вам Христос, Иисус нужен, следующий нужен. А дальше у вас мечта есть? Он даже не знает, что слово мечта во всей Библии имеет только отрицательный смысл. Положительного нету ни одного раза. Весовский, да. Видите как? А он на полном серьезе. У вас есть какая мечта? Что такое? Желание? Это есть такое слово. А мечта, что это такое? Кремлевский мечтатель? О стихе мечтателей, да. Я решил, мне этот ролик-то, сегодня один, подсунул, просчитать. А я понял, что хорошо бы других расспросить. Как они понимают, видят? Ну, я вот посмотрел, и я, в общем-то, удивился. И ничего там не нашел такого духовного и спасительного. Прошу прощения, вызеваете, прочтите, что я побеспокоюсь. Да ничего, что беспокоить-то сидим. В общем, я свое мнение высказал просто. Вы спрашивали, я высказал, и все. Ну да. Вот он говорит, он желает, и все. Он прекрасно знает, что это в одном человеке ты можешь сделать, в двух уже не сделать. Тем более делать на других влиять. Тем более эти люди в государственном положении, и какой налог накладывать, от них вообще не зависит. Ему дали, он выполняет. Там мы-то и сами накладывали. А сегодня он не может, ни больше, ни меньше. Ну, наложили столько-то, 40%. Будут и занимать 40%. Так самое смешное, что вот этот вот Геннадий Балашов, он сам в этой системе. Он сам от ФРС кормится. Его там вот эти вот американские, заморские, сами его подкармливают. За их деньги он живет, за их счет. И говорит, он просто выполняет там какую-то роль. А он призывает там его в это. Это просто реклама, на самом деле. Бесовская реклама. Но усугубляется тем, что много взято из Библии, и говорится, и красиво, правильно говорится по Библии. Далеко неправильно. Это когда человек плохо знает Библию. Да, да. Когда говорится, что заботитесь об этом, говорит, ищите прежде Царствия Божия, а все сие, а он говорит, остальное. Это все говорят, остального нет там. Остальное это и машины, и вертолеты. Все сие, то есть речь идет о пище и об одежде, больше ни о чем. А они говорят, остальное. Я говорю, такого нигде не написано. Я показываю. А я говорю, откуда же взяли? У нас братья так проповедуют. Ну, неправду проповедуют. Остальное Бог не обещал. А только пищу и одежду. Даже жилье, квартиру не обещал. Он говорит, я чуть не на каждом слове его ловлю. Он тут сказал неправильно, тут сказал неправильно, тут. И у него накапливается столько минусов, что в конечном счете ничего не остается. Ну, я вот только вот первый. Псалом, когда он это начал, там Псалом говорит, что это вот, ну, о скотах. Ну, здесь я согласился, там все, думаю, будет интересно. А потом как пошел, 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 там в синагоги, пошел вот эти вопросы задавать, там. 72-й Псалом. Ну, там он до 72-й Псалма говорил подходящее. А потом уже пошел. А закончил вообще за упокой. Начал Азраиль, закончил за упокой. Вот и все. И, в общем, ничего это. Такого там он не сказал. Ну, когда я был невеждой. Все мы были невеждами. Это Салом хороший. А? Дальше. В общем, вот такое. Но Библию знает, его подготовили хорошо. Подготовили его хорошо. Там ролик, видно, дорогостоящий. И работали над ним. Это так. И дальше говорит об Египте, как было. Он переначивает все, что там было сказано. Там совершенно не те слова стоят даже. А вот они, когда пошли, пришли к этим народам. Это означает то же самое. То же самое теперь вот этого. Не то же самое. Совершенно ни на чем не основано это. Говорит. Говорит-то для кого он? Для тех, которые не знают священного писания. А если по пунктам сейчас разбирать, у него вообще ничего не остается. А в душе слова даже нет. Он ее не знает, душу. Не знает, да. Не знает ни о душе, ни о спасении. Ни о спасении, ни о жертве Христовой. Ни о том, для чего мы пришли в этот мир. А вот сделать так, чтобы меньше налогов было, меньше налогов. Ну, прямо скажи, все, отдайте в Израиль, поезжайте. Вот, нет, это, вот это и есть. Вот так Антихрист и будет действовать. Это вот я сразу посмотрел. Нет, это не то. Ну, вот так вот мое мнение. Хорошо. Ну, спаси Господи, Игнатих. Слава Христу. Во славу Божию. Во славу Христу. Отошел. Спасибо.